Интернет-радио Шансон 24 22 часа в Петербурге Музыка старых дворов, комсомольских строек, военных лет и засниженных вершин в программе Надежды Маленький Оркестрик Прошло столько зим и лет, я хочу слова нет, и к сердцу преграды мне стали награды на много-намного лет, но видно прошел тот срок, и я позабыл урок, опять без защиты души лабиринты я сам в том тебе помог. А листья летят во след, как письма с ответом нет, я небо теряю с твоими глазами, как нужен мне этот свет, носить свою игру, как листьями на ветру, с холодной улыбкой у золотой играй тобой и мной. Берег теперь не знать, что осень не будет ждать, и скоро за белую пеленой исчезнет тот сон опять. Но прочный благ стена, есть у всего цена, дороги открыты, пусть крылья разбиты, я знаю, ты мне нужна. А листья летят во след, как письма с ответом нет, я небо теряю с твоими глазами, как нужен мне этот свет. Носим свою игру, как листьями на ветру, с холодной улыбкой у золотой играй тобой и мной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете интернет-радио Шансон 24, и в эфире программа «Надежда и маленький оркестрик». Меня зовут Родион Варежкин, рядом со мной мой прекрасный соведущий Дима Московский. Который, как в свое время, то есть ворошило в программе «Что, где, когда» будет в основном присутствовать за кадром, но регулярно так впадать в кадр, поэтому для тех, кто вдруг думает, что это такое выпадение, впадение, это я. Всем пламенный привет. Всем привет. Регулярно пишущий на сегодня, говорящий. Собственно, по понедельникам регулярно говорящий в программе «Надежда и маленький оркестр». Кстати, сегодня, наконец, до меня дошло, почему у нас программа так называется действительно «Надежда и очень маленький оркестр», если говорить о студийном пространстве. Но в тесноте, да не в обиде. А с хорошими людьми тем более. Да, самое время переходить на хороших людей. И это делает кто? Родион Варежкин. Итак, дорогие наши радиослушатели, перед тем, как я представлю вам замечательную команду, которая сейчас у нас практически в полном составе, в студии, да еще и с живым звуком, который ожидает вас на протяжении всей передачи. Передача открывалась с записью, но вся передача дальнейшая будет идти у нас в живом звуке. Итак, для тех, кто захочет принять участие в нашей беседе, пожалуйста, присылайте смс на номер, я диктую телефончик. Телефончик компании «Мегафон», поэтому платить будете за обычные ваши исходящие смски. Если уж совсем сомневаетесь, заходите на офис компании «Мегафон» и отправляйте смс на номер 8 920-1950-2370. 8 920-1950-2370. Вы можете задавать вопросы, ругать нас, хвалить, обещать нам какие-то блага земные, неземные. Можно просто поматюгаться, позвонить, я поматюгаться хочу. А участники программы могут воспользоваться этими благами землями и позвонить по телефону? Я их к этому и подталкиваю. А, фига, вон ты, шоу, шоу. Звоните телефон, звоните. Я думал, что они просто здесь скажут, имеешь в виду, что они еще звонить будут. Ну хорошо. А в этом был бы определенный такой трэш, да? 15 декабря у нас сегодня город Санкт-Петербург. Андрей, я тебе позвоню, включайте телефон. У нас уже гости разговаривают, хотя еще даже не представлено, надо срочно компенсировать это. Итак, у нас сегодня в гостях замечательный музыкальный коллектив. Ребята, которые пришли к нам сегодня играют в таких разных жанрах. И в то же время все это можно в некотором роде назвать стилем ретро. Я правильно, Дим, говорю? Это ты меня решил спросить. А ты здесь? Оставайся с нами. Я думаю, что это не только ретро. Это такое межжанровое пространство, которое очень хорошо занимать. Это очень выгодное занятие. Потому что сегодня одни песни интересны, завтра другие. Главное, качественных исполнять. А судя по той, скажем, тестовой версии, которую вы нам дали, вы это, что называется, в теме. Но насколько вы в теме вживую, мы услышим чуть-чуть позже. Замечательный музыкальный коллектив. В домино-квартет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, давайте знакомиться, для того, чтобы наши радиослушатели, те, кто не будут смотреть это видео, которое сейчас, кстати, пишется, и те, кто только сейчас с нами в прямом эфире, чтобы они могли понять, с кем они имеют дело. Итак, четверо музыкантов, совершенно замечательных ребят. Итак, давайте по кругу представляемся. И вот говорите сразу же, на каком инструменте играете, потому что ребята, те люди, которые нас слушали не видят. И как вы нашли до жизни такой, с инструментом? Ну, это уж, может, попозже немножко. Итак, представляемся. Алексей, играю на кнопочном аккордеоне, который часто путают с обычным аккордеоном. Даже с баяном. С баяном. Я его перепутал перед эфиром, это правда, это камень в мой огорок. Дальше. Егор, я ни на чем не играю, я пою. Ну так, поигрываю. Халявщик. Халявщик. Сергей, гитара. Дальше. Меня зовут Андрей, сегодня я играю на контрабасе. Вот так. А обычно. А ведь не только на контрабасе. На самом деле, Андрей немножко лукавит. Пошла интрика. Ну, это не только контрабас. Потом мы об этом еще раз поговорим. Итак, дорогие друзья, 8-921-950-2370 номер для смс. Вы можете позвонить и в прямой эфир. На самом деле, код города 812, телефон студии 337-1044. Но это, если уж совсем делать, ничего. Итак, рассказывайте, дорогие наши друзья, что для вас этот коллектив, который давно ли вы его основали. И, собственно говоря, что это за игра в домино? Почему вы решили в домино поиграть в названии своего коллектива? Андрей говорит. Хотел что-то сказать. Если Андрей говорит, то, пожалуйста, микрофон пусть Андрей говорит. Хорошо, сейчас я поближе к себе подвину. Вот так вот. Как самый многостанущик этого коллектива. Как слышно? Прием, прием, прием. Шикарно слышно. Что касается выбора названия, то в значительной степени это момент случайный. Дело в том, что несколько лет назад, не так давно, сколько там? Четыре года назад. Четыре. Четыре года назад. Три с половиной. Или уже четыре. Четыре-четыре. Скоро будет. В общем, скоро будет тому, как четыре года. Уже состав, в принципе, был готов. У нас был репертуар. Мы его уже, в принципе, готовы были исполнять на публике. Но все никак, вот, не получалось его, так сказать, воплотить. Четвертого мая. Первый раз. Нас позвали играть во французское заведение. Этот самый концерт к какому-то французскому празднику. Четвертого мая. Это то ли день весны, то ли день ландыша, то ли что-то такое. Ну, и срочно говорят, ребята, нужно, как вы называетесь, как вас объявить в афише. Стали ломать голову. А вы к тому времени еще были безымянные, хотя уже играли вместе. Мы были безымянные, да. Мы готовили программу. Безымянный вокальный инструментальный ансамбль. Ну, это было тогда. Но акустически. Стали придумывать наперебой разные названия, и что-то они как-то вот, ну, вот лично мне, поскольку за эту работу был ответственен я в тот момент, что-то мне они все не нравились. Я сказал, все, парни, если ничего не сгенерируете, идея никакой хорошей, я называю вот так вот. Потому что у нас была песня на французском языке. Домино известна. Одна из первых наших песен и одна из, мне кажется, самых удачных песен на французском языке в нашем исполнении. Вот она называлась Домино. Ну и возьми, я де ляпни. Домино-квартет. Так и пошло. Я не буду говорить, что Андрей предлагал какие-то другие названия, какие-то совершенно, которые звучали бы коряво совершенно. Не буду, не буду впечатлять. Не музыкально. Это вообще, а, нет. То есть, ну, просто он так сказал, что гениально я придумал назвать Домино. Я не сказал гениально. У наших дорогих телесурсователей уникальная есть возможность побывать практически в сердце вот на такого вот создание чего-либо. Надежды маленького оркестра. Нет, нет, нет. Коллектива музыкального, которые тут же ругаются, спорят, что-то начинают. Это я придумал, нет, это я придумал. Вот, точно. И мы при этом присутствуем. У нас споры в коллективе постоянно идут. Это хорошо. Какую музыку играть, какую не играть, как играть так или не так. Вот скажите, пожалуйста, по поводу музыки. По поводу стилистики будем общаться в процессе, да, потому что у вас сегодня будет возможность показать себя совершенно с разных сторон. То, что каждого из вас индивидуально, да, и вас в коллективе. Ведь изначально каждый из вас музыкой занимался, учился, да, осваивал музыкальный инструмент и слушал какую-то свою любимую музыку, выбирая какое-то направление для себя. Ходил в музыкальную школу под дожимом родителей. В консерваторию. Да, и тем более. И потом пришел момент, когда вы объединились и так или иначе, ну, пришлось подстраиваться друг по другу. Вот кто себя насколько подрезал в этом, да, в своих каких-то изначальных планах? Вот тебе так прямо все и сказали. А я хочу, да. Да, я хочу. Я вот свернул свою гордость в трубочку и засунул, понимаешь. Можно без пошлости. Ну, я имел в виду карманы. Хорошо. Тогда я буду говорить. На самом деле коллектив мы основывали с Владимиром Успенским, которого сейчас нет с нами, потому что он уехал в солнечную далекую Испанию не так давно, месяца 4. С нами он есть, но далеко. Ушел в сольное плавание, да? Ушел. Вот. И я предложил ему тогда создать коллектив, которым можно было бы играть музыку акустическую, можно было бы играть живьем, можно было бы без микрофонов вообще. и заниматься как своей музыкой, так и делать каверы на европейскую, то есть это французская, итальянская эстрада. Но вы изначально как бы планировали, я так понимаю, все-таки на некоторые круизные такие истории, да? Ну, нет. Что это будет, на самом деле, во-первых, чтобы это был кавер-бенд, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Ну, вот я про это и говорю. Я про это и говорю. Но уже тогда был задел, чтобы это все-таки исполнять и авторскую музыку, в частности мою. И тогда уже с самого начала стали исполнять еще песни, которые вот были написаны именно для нашего коллектива. Вот. Потом подтянулся Андрей вместе с Алексеем. Вот. Потом Вова уехал в Испанию, как я уже сказал, буквально там 4 месяца назад. И замечательный гитарист Сергей Никитин влился очень гармонично, органично. И месье Мануш, кстати. Ну, это мы услышим впереди. Услышно. Сейчас гармония, органики, все это мы услышим и проверим. История основания коллектива. А другими словами, так как на мой вопрос я ответы не услышал, другими словами, как раз... А ты розгами, розгами, простимулируй. Как кто кому подрезал. Я сейчас фактически не подрезаю себя. Ну, и не подрезал в процессе. Ну, то есть с мечтами все совпало, да? Ну, примерно вот сейчас мы двигаемся в том направлении, в котором я хочу. Просто, что вокалисту подвластно, то и нам тоже. Подвластно может много чего, но при этом может не звучать в маленьком социале. Да, или, допустим, если мне что-то не нравится, допустим, можно, когда тебе музыка не нравится ее сыграть, но спеть ее уже, я считаю... Он там выберет, допустим, или кто-нибудь из нас. Если под вокал подходит, смотрим, подходит ли под ансамбль. Это был Алексей. И я и еще. То есть у вас, как знаменитая интермедиа Винокура, и ты помогающему ему, да? Про рыбу. Да, что да. А вот это вот сыграть и быстрее, а вот тут играть и медленнее. Тут я вообще прочитать не могу, но это у вас-то дома. Тут рыба была завернута. Что вы не можете прочитать? То есть у вас такого нет, да? Нет, мы не ленком. Никто никого. В таком старом добропонимании, да? В таком кандомом. Блин, концерт. Когда встречается, да, пианист, вокалист. Акомпаниатор. Рыба. Вот, господи, слово-то вылетело из головы. Да, кстати, кстати, кстати. Я понимаю, что сегодня ретро, оно как-то благодаря коммерческим радиостанциям несколько вот само понятие съежилось. Теперь, что, условно говоря, звучало 2-3 года назад, уже такая ретро-музыка. А у вас получается такое глубокое проникновение в понятие ретро. Классическое. Классическое. Которое было в нашем, я надеюсь, в вашем юности, когда ретро, это было песни 30-х годов. Ну, в начале 80-х, да? Когда ретро, музыкальный ретро-шаг измерялся десятилетиями, а не месяцами. То есть, условно говоря, 2 месяца назад озвучало уже одна модная хитовая радиостанция, а сегодня звучит подсосом. А сейчас вспомним наши годы золотые, а, собственно, годы золотые были полтора дня назад. Ну, у нас тоже ретро, но оно такое. Мы играем музыку от 30-х до сегодняшних дней. И до наших дней. Да, и современную музыку. Так что, лилую с современным коммерческим радиостанциям. Но у нас акустические инструменты, мы не меняемся в главном. Мы не меняем состав, мы не меняем... Подачу. Да, подачу. Здесь еще важно, конечно, да. Ребят, ну, я думаю, Дим, ты убрать... То есть, все темы, все системы музыкальные вам под глаз. Ну, что же... И что же мы сейчас услышим? Я думаю, что, может быть, сыграем как раз песенку 30-х годов у самовара «Я и моя Маша», поскольку мы все-таки на радио «Шансон», а не на радио «Классика». Я думаю, что это будет уместно. Здесь будет Андрей, кстати, играть на замечательном инструменте, который висит у него на шее. А как называется эта маленькая труба? Инструмент, это не маленькая труба, это бывший велосипедный клаксон. Вернее, скажем, этот инструмент в основе своей имеет. А это не манок вот с этой стороны? Нет? Утки на него не слетятся. Если я отдельно расскажу про этот... Ну, наверное... Андрей, если можешь, только ближе к микрофону. Вот все прекрасно. Говори чуть ближе, да. Окей. В силу того, что у нас сегодня не лекция-концерт, а все-таки радиопередача, я, пожалуй, не стану подробно развернуто рассказывать про козу. Скажу лишь, что инструмент этот наполовину самодельный, в основе его лежит коза, бывший велосипедный клаксон и еще некоторые детальки, там сердцевинка от кассового чека, значит, немножко нитки, кусочек, полиэтилена, изолента. А чем милые ручки? В принципе его действие этого инструмента состоит... В принципе его действие такое же, как у расчески с бумажкой, короче говоря. Туда нужно связками петь, а кусочек полиэтилена вот так вот зудя создает естественный призвук, фуз такой. Называется козу инструмент. Ну, давайте послушаем его тоже. Нет слов. Хочется услышать в действии, дорогие радиослушатели. Итак, у самовара я и моя Маша. И ваша Маша. У самовара я и моя Маша, В прикуску чай пить будем до утра. У самовара я и моя Маша, за окном совсем уже темно. Как в самоваре так кипит страсть наша, смеются месяц весело в окно. Маша чай мне наливает, а взор ее так много обещает. У самовара я и моя Маша, в этом скучай, пить будем до утра. У самовара я и моя Маша, а за окном совсем уже демонов. Ну, ребята, знаете ли что? Спасибо большое! Домино Гвардет на радио Шансон 24. Ну, это был Шансон? Это был самый настоящий форменный Шансон. Это был забойный Шансон. И рассказал о вас. Все, что хотите. Это было просто здорово. Вот мы и пытаемся работать в стиле, что Шансон — это песня все-таки, не странная. Это городская музыка. Все, вот правильно мы говорили, что это музыка города. Я сразу вспоминаю замечательный фильм «Как стать звездой», где обыгрывали эту тему. Сидели клоуны лицедей. У них забавно было. Они сидели так по самую, уже пошли в воде. И так чашки-то опускали, так регулярно. У них чашки-то в болото запускают. Самовар, я и моя Маша, там уже не понимаешь, самовар там уже. Есть что вспомнить. Кстати, а из 30-х годов, что самое интересное, что помимо существующих композиций, которые вы спели, какие еще есть композиции, которые на душе лежат и которые регулярно у вас всплывают в концертных программах? Есть одна песенка, только что-то на ней всплывает. Часто играем в городском саду, играет духовой оркестр, это Матвей Блантер, это еще довоенная песня, кстати. Играем, это 30-й, Бублички играем. А у тебя у нас у нас еще вот что-то. Ну, так, собственно говоря, у самого Райма... Нет, Маша, я говорю, еще что-то. Ну, исполняли-то многие у нас... Извозчика старого песни. Извозчик классный. Бернес играем, Шаланы полной кефали. Ну, это вот, что называется, такой... Такой напис, условно говоря, да? Ну, не, не напис, ну, это такой вот, как бы... Коммерческий репертуар. Ну, я бы тоже так не сказал, но он такой забойный, но не совсем коммерческий. А потом, включаем даже Аркадия Северного песни, более поздний. Ну, если переходить на основные... Мелодии, ритмы, шансон 24. Это место Мекка Аркадия Северного. А потом бах там и Джо Досен звучит. И это тоже звучит. Надо все время, во время концерта и во время... Любопытно. А у вас так вживую Джо Досенова сможете так это... Такая импровизация, такая мега-импровизация? Или как? Ну, подготовиться надо, значит? Нет, ну кусочек можем сыграть. Кусочек хотя бы, конечно. Понятно, что это не будет стопроцентно идеальное звучание, но... Может, целиком это даже кусочек? Так и нет. Я думаю, что все-таки мы на радио шансон кусочек сыграем. Давайте столько, сколько вам удобно, нам просто не очень трес столько и будет. Сколько, скажите, Качумай. Свините за рукой. Поехали. Импровизация полнейшая. Свините за рукой. Свините за рукой. В серии 않은 gear танцевой. Сколько, главным хорошей танц Pro Kia prords. Качумай и логочей у меня запется том, Качумай. Свините за рукой. Мне былоPLE, карпус, manually Busкаться с импровизация, с nécessами Руся становится кmate русская. Голезан tasко по боязям. Продолжение следует... Продолжение следует... лингвистично. Я владею французским, итальянским. Не то, что блестяще. Неспроста. Неспроста прозвучала эта песня сегодня в программе «Надежда и маленький оркестрик». То есть русский, французский, итальянский. Английский хуже. Но я не люблю на английском петь. Все поют на английском сейчас. Куда ни плюнь, все поют на английском языке. Испанский забыл. Ух ты, а по-немецки это что-то маршевое? Или что-то из Рамштайна? В репертуаре коллектива на немецком песен нет. Но в консерватории приходилось петь на немецком и на итальянском. Постоянно. Ну в консерватории это понятно. Мы сегодня все-таки на роде шансона, а не на роде классика. Давайте немножко перекинемся на творчество ваше. От этого мы говорили об астрономии. От астрономических тем перекинемся на ваше собственно творчество. Я имею в виду, Дим, песни собственные. А, собственное сочинение, собственное изобретение. Да. Начали сегодня эфир с одной из наших последних песен. Сейчас, я думаю, может быть, споем какую-нибудь... Ну давайте немножко еще поговорим, потому что хочется, чтобы вы про себя больше немножко рассказали. Да, с чего началось это творчество? Необходимость собственной песни писать. Чем она была вызвана? Ну потому что огромное количество репертуара. Я вижу, как вы вообще все делаете. То есть буквально вы берете за песню, делаете очень профессионально. Вот необходимость своей песни доносить. Почему она присутствует? То есть именно состояться как в авторстве? Или это с чем-то еще другим связано? Ну, какие-то песни, дело в том, что сочиняются, можно сказать, от головы. Ты сидишь и думаешь, что там, как там. Это одни песни. Есть песни, которые не могут не написаться. Потому что с тела каких-то переживаний или жизненных обстоятельств, это единственный вариант, во что может вылиться эта песня. На самом деле сочинять я начал достаточно давно. Но серьезно к этому не относился. Даже когда были написаны пару песен, которые вошли в репертуар Григория Лепса, где я писал текст. То есть это в юго, песни здесь. Я даже тогда не отнесся к этому серьезно. Ну так, сложилось. Шоу-бизнес. Популярный певец берет, поет. Ну, становится песней хитом. Да, это все. Нельзя к этому относиться как-то, что вот, я могу там или еще что-то. А так постепенно, постепенно что-то еще началось, накапливалось. И вот сейчас мы уже подошли к тому, что мы будем делать диск из своих собственных. Из своих собственных. Егор, пишешь только ты? Да. И скажи, пожалуйста, когда ты пишешь те или иные песни, вот сейчас в сторону вдохновения оставляем, да, и какие-то там тайны, метафизики, у тебя жанровость, она соблюдается обязательно? Или у тебя есть разные песни, просто некоторые из которых вы можете исполнять, так скажем, не портя принадлежность жанру самого коллектива? Дело в том, что фактически все песни, у нас концерт когда идет, вроде бы мы кавер-бэнд, а вроде бы уже не совсем кавер-бэнд. Но дело в том, что песни, они не выбиваются из кануи. То есть, допустим, какие-то специально были стилизованные. Вот, я про это говорю. Вот сейчас будет песня, надеюсь, которую мы споем, которая будет называться «Белый лайнер». Она была написана в стиле, в духе в таком 60-х годах. То есть, вот когда ее слушаешь, и это даже, когда мы исполняем, это обмашает. То есть, мы поем песню, а люди думают, что эта песня была написана тогда. Такая в стиле «Зацепина», да? Нет, не в стиле «Зацепина», а в стиле, она в стиле, скорее, вот сейчас скажу, вот «Ошибка резидента» фильм, вот там вот что-то такое. Вот это такое уже более даже современное, ближе к 70-м даже, я бы сказал. Ну вот, тут что-то такое, какая-то такая ностальгия. И так, вроде она и по тексту такая, более шансонная, она более петербургская. Но это стилизация. И следующие песни, которые будут, они какие-то у нас стилизации, какие-то вот сейчас крен немножко в более современную музыку. Мне это нравится, потому что это интересно. Нельзя все время оставаться вот в какой-то вот этих фоторамках. По поводу рамок поговорим после этой песни тогда. Я предлагаю вам прямо сейчас нас всех удивить. Собственно говоря, проиллюстрировать. Да, проиллюстрировать. В простонародье называется «Контрабанда», а так вообще официальное название имеют «Белый лайнер». «Белый лайнер». «Белый лайнер» на радио Шанс Антонович. С Антоновичем не будет. Проводят вешние туманы Последний почерневший лед И заскрипят большие краны Когда проснется старый пот Я с чемоданом контрабанды Все, что не влезет, распродам Взайду на белый-белый лайнер Идущий к дальним берегам Взайду на белый-белый лайнер Идущий к дальним берегам В кают-компании полутем Я буду ночи проводить Пусть нелегко харчей казенных Мне в кусте килы перебить Здесь и гранит ударят волны Я ж буду черти знает где Но вижу, граждане гуляют По леду беспечно на Неве Но вижу, граждане гуляют По леду беспечно на Неве Субтитры подогнал «Симон» Проводят вешние туманы Последний почерневший лед И заскрипят большие краны Когда проснется старый пот Я данным контрабанды Все, что не влезет, распродам Взайду на белый-белый лайнер Идущий к дальним берегам Взайду на белый-белый лайнер Идущий к дальним берегам Взайду на белый-белый лайнер Идущий к дальним берегам Домино-квартет на радио «Шансон-24» Откровенно-психотерической песней Песней размышления, песней А что в ней больше, кстати? Сочувствие себе, сочувствие к чему-либо Или вообще какая тут эмоция присутствует? Ну, на самом деле, тут скорее Некое такое созерцание, какие-то воспоминания детские Я вот жил на Петроградской стороне в свое время Я прекрасно помню, как можно было замечательно гулять по льду Когда его не колол ледокол Когда можно было льду переходить на другую сторону Прямо там выходишь, когда мороз И даже для Эрмитара можно было дойти Вот как всегда в песне Самая главная смысловая основа Проходит таким пунктиром Кажется, белый-белый лайнер Оказывается, речь-то все за подсмысл Вот в этой фразе По поводу хождения по льду Там же еще, как, в принципе Тут же можно еще притянуть За уши и к шансону То есть человек смотрит А, водка Там из крестов, допустим Ну, условно Мы ни в коем случае не берем тюремный жанр И к этому отношению мы Это скорее мы берем Эльфа с Петровым И золотым теленком из 12 стульев Что-то там есть, да И как вот смотрит он из эти окошечки Как там все-таки по льду гуляют люди Граждане причем гуляют А я как человек, который недавно был на борту белого-белого теплохода Ну, не совсем белый, но в 99% белый Что, не помыли? Нет, ну, он как-то разукрашен еще какими-то такими декоративными отбивками Принцесса Анастасия Лишняя реклама Санкт-Петербург Поэтому я тут как-то окунулся Можно сказать С такой легкой ностальгией В тему белого-белого парохода А палуба какая была? Какая палуба была? Он не был на палубе Изнутри в основном были Потому что при нынешней погоде Гулять могли только откровенно курящие граждане В колешонах штанах, так как волк Да-да-да-да Главное, чтобы ветра не было А то так это Вышел на палубу Солнце Да, палубы нет, собственно говоря И долго вылавливали Давайте немножко еще по поводу жанра Не по поводу жанра По поводу инструментов То, что перед исполнением было То, что касается инструментов Ретро-стилистика Конкретные инструменты Я, кстати, вот сейчас слушал музыку И мне было очень жаль, что я не могу Сергея подзвучить отдельно Потому что гитару очень хотела с ревера дать Ну, как бы хочется жира в звуке А мы можем сейчас микрофончик туда пододвинуть? Прям взять и задвинуть то микрофон Вообще, да, вот гитары мне реально не хватает немножко Именно потому, что она... Я слышу, как красиво И вот пока звук не может это предоставить Верничайте, сразу будет понятно Еще ближе Не-не, по громкости все хорошо Вопрос не в громкости Вопрос просто в том, что хочется дать Обработки, да, немножко хочется сделать Лучше про хорошего И так все прекрасно звучит Ну, кстати, вот, да Это как раз стилистика Потому что есть песни, которые вот у самовара Ее можно исполнять, в принципе, в естественной натуральной акустике А есть песни, которые, может быть, мы слышим в записи Которые требуют все-таки реверы где-то Ну, они тоже исполняются вживую Но требуют компрессии, более современный звук Потому что они стилитически уже написаны для другого звука Допустим, песня у нас есть с губной гармошкой Я не знаю, сегодня мы решили не исполнять Потому что там тоже гармошка в сыром виде неинтересно звучит Она должна звучать вот как блюзовая Да, да, да Она интересная, если там... Да, опять же, записана она у нас с электрогитарой И вот там как раз такой звук Ага, все-таки электрогитара Вот я хотел спросить о проширении ассортимента инструментов Какие вот вообще были попытки, пробы, эксперименты Не использовали что-то, может, в битбокс, нет? Нет, а можно же даже из гитары, если есть аппаратура Если есть свой звукорежиссер Можно объяснить, какие ручки надо подкрутить Чтобы гитара акустическая звучала как электрогитара Ну, примерно И за счет этого можно выкручиваться Или, допустим, на каких-то вещах надо сказать Что вот тут нужен такой большой ревер Или еще что-то А так все вживую остается Либо лалайки, либо мандолина Да, и так далее У нас, собственно, пока что только два диска Первый диск был у Андрея Вот записан замечательно все акустически А второй диск мы уже во многие песни добавляли Там уже и бонги, по-моему, есть Труба там добавлена Потому что эксперименты продолжаются Вот я к чему говорю Что нет ограничений То есть мы решили вот играть на этих инструментах Ибо у нас ретро И табу на любое расширение То есть вы в любой момент готовы взять Какой-то дополнительный инструмент Попробуйте, если этого требует сама Да, вот мы, допустим, ее исполняем Пока что мы дальше записи не убежали То есть мы только, допустим, вот если вот В песне ночь звучит губная гармошка И электрогитара И электрогитара Губная гармошка, ее как бы там На аккордеоне там бенды, подтяжки не сделаешь И подобный звук Она присутствует на сцене, если мне нужно ее исполнять Одна песня, одна губная Да, отдельный микрофон А электрогитары уже нет То есть пока что только так Пока что мы не вводим в состав кого-то еще Ну, пианист у нас с нами Вот замечательный пианист Олег Насонов Он играет Когда мы концерты в GFC Он там с режиссером Он там несколько песен Он вместе с нами играет То есть другая краска Другие возможности сразу То есть ну, костяк, основа Она остается прежней Ну, понятно Ну, слушай, достаточно эластично все так Подвижно И очень здорово А вот я хотел повернуться к теме сочинительства Помнится, Самуил Яковлевич Маршак Со временем, который часто много переводил английских классиков Как-то решил сам попробовать себя И делить сочинительство песен А вот что Вот Не было ли такого Выступив в нише кавер-бенда Вы решили Ага, может быть и мы сами что-то в этом духе можем сделать И пошло-поехало В смысле? Кого-то перевести Как, допустим, Киплинга Маршак Получился маханатый шмель Ну, подтолкнули Вот, допустим, слушали, переводили Слушали, переводили Поняли, что чего-то вот в этом переводе не хватает А так я свое что-нибудь туда доставлю Или как? Ну, у нас есть такая песня Вот, допустим, текст я написал Тут другой Надымино Есть французский текст Есть русский текст, который мне не понравился И я решил написать свой текст Но надо ему зарегистрировать И договориться с французами Иначе нельзя, так сказать, исполнять Какая жалость А то все запикают Все запикают, да? Жаль, потому что домино, конечно, прекрасная песня Да, есть замечательный текст Ну, не текст Замечательная запись Поет Глеб Романов Он поет там частично на немецком языке Частично на русском Но русский текст мне там совсем не понравился И поэтому возникла идея переписать его Вот Ну, вот она существует Но в пиратском таком виде Поэтому исполнять мы сегодня не будем Это мы так долго разогревали Разогревали А не будем Да, сервировали, сервировали Песня такая хорошая Такая хорошая А не будет Лучше личного вопроса, сволочи Да Я предлагаю, ребят, сейчас что-нибудь исполнить А потом про концерты поговорить Все-таки из того, что вживую может звучать Вне зависимости от авторских предотвертностей Это будет тоже стилизация Такая, ну сейчас грустная песенка звучала А сейчас песенка не серьезная Игровая песенка Нам главное, скажи, не забудь Она называется Конфетки ликерные Конфетки ликерные Ликерные Исполняются от женского лица Здравствуйте Розы до сирень Скамеечки Поцелуи на ветру И метут обедки, венички Стратуару поутру И метут обедки, венички Стратуару поутру Один на себе не скромный Вызывает образ мой Я конфетки ликерные Кушаю сама собой Я конфетки ликерные Кушаю сама собой И на горэлектротранспорте Еду спать домой с утра Пусть пишет в конторы разные На работу вся страна Пусть пишет в конторы разные На работу вся страна По огонь домой качается Спотыгаюсь на ходу Видно, мой ресурс кончается Ой, держите, упаду Видно, мой ресурс кончается Ой, держите, упаду Розы до сирень Скамеечки Поцелуи на ветру И метут окурки, венички У подъезда полтру Взгляды у соседей злобные Вызывает образ мой Я конфетки ликерные Кушаю сама собой Я конфетки ликерные Кушаю сама собой О нелегкой женской судьбине Домино-квартет на радио Шансон 24 Живой звук И поедание конфет ликерных В одно лицо Спасибо, ребята Да бывают и такие ситуации Когда в одно лицо Действительно Да, да Придется Съесть конфетку Сейчас очень модный тренд Женщина 40 лет И много кошек А в данном случае Много конфет Много конфет Которые она кормит кошки Короче, а у кошки коррис И у кошек коррис Да Тут же вспоминаю фильм Да, да, да Я говорю Тут же вспоминаю фильм Тайна снежной королевы Тут его регулярно стали показывать В связи с юбилеем Алисы Брудной Фрэнкли Там тоже есть персонаж Герцог, которого все забудут О нем сказочник И сказал Жил-был Поэтому он не существует Так у него была проблема Его супруга от него ушла И забрала все Его шоколадные конфеты И для него главная была упрека Вот она ушла И ест мои конфеты В серебряных оберточках В серебряных оберточках Да Так самое интересное Показывали действительно Вся его дворня Ушла Устроилась Такое огромное Такое бандформирование И главное их занятие было Есть конфеты Они сидели Так шевестили обертками И ели эти шоколадные конфеты Так что думал Захотелось сразу Чайку попить Конфеты Уйти из эфира Компеты Ликерные Все надоело Сказали Они встали И вышли Да Шикарная конфетическая тема Хлопок Дверью дым Так урассеивается А вот я кстати Хотел обратиться К контрабасу Такой-то он Уже я бы сказал Пожилой контрабас У него какая-то история есть Или как? Легкая была Что сказали Ну я думаю Кто ответит Да к Андрею К Андрею Конечно Прямо вопроса Только если можно Микрофончик Поближе Так Что касается Контрабаса Это не лекция Я карате На 40 Это венгерский Контрабас Мне он достался От Моего Приятеля и коллеги Я его зовут Дима В общем Контрабас Ой Что о нем рассказать Много бедов Хороший Знаете ли Контрабас Хороший Контрабас Очень Очень Звучный Замечательный Контрабас Мне он достался В виде рухляди Я его сам Ремонтировал Привел Вот в теперешнее состояние Он в общем И сейчас Выглядит Пожилым 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 Траченным Временем Повидавшим Многое Это видимость Он звучит Очень неплохо Звук Действительно Хороший Прекрасный Итак Венгерский Контрабас Это здорово Да Сборная Такая Сборная России Из различных Инструментов А вот Собственно говоря Обратимся К редкому Сейчас Хотя в последнее Время Он стал Дикомодный Дико востребованный Аккордеон К различным Французским Фильмам Кнопочный Аккордеон А какая Кстати разница Я думаю Что наши радиослушатели Наверняка Задались вопросами Передачи А какая разница Между Этим Клавишным Пианисты Не могли играть Специально Был разработан Такой вариант Чтобы отпугнуть Отпугнуть Чтобы пресечь Это все дело Вообще Там есть Две составляющие Алексей Если можно чуть ближе К микрофону Очень хочется услышать Потому что Совсем мало было Есть слово Кнопочный А есть слово Аккордеон Бывают Аккордеоны Клавишные Кнопочные И соответственно Бывают аккордеоны Баяны Гармонии Вот базово Аккордеон и баян В чем разница Потому что я раньше Думал Что только в словах Разница в звуке То есть соответственно Даже в манере исполнения Поскольку баян Он как бы больше Там допустим Если большие инструменты Для консерватории Они вообще Несколько переносные органы Я их называю Потому что баян Он сам по себе Даже может быть меньше Чем этот инструмент Он довольно звонкий Такой С ним можно хоть прыгать Хоть плясать Он на гармонь Больше похож Но на нем Более так вот Тянешь Такие разливные мелодии Там больше играть Аккцентировки нет А здесь уже акцентировка Эстрадная То есть можно Какой-то джазюк Там играть Или что-нибудь Типа этого Ну вот Насколько я понимаю Разница принципиальная В присутствии Так называемого Розлива У аккордеона Нет? Ну меня Андрей Любит затыкать Ну извините Ну ладно Ребята Вы очаровательный коллектив Домино-квартир Очаровательный Такой регистр Который Вот собственно говоря Звучит Ну собственно говоря Чистый звук Звучит так А это Розлив Ну там биения Такие Это свойственно Скорее всего Аккордеону И потом Можно еще добавить Что за рубежом Баянов Там кстати Выпускают В одном экземпляре Клавишный баян Но это вообще странно Так и называется Баяны с клавишами Но это для консерватории Там это ДТП А в основном Там не делают никаких баянов Там в основном Аккордеонные Общие То есть они рассчитаны Более на эстрадную Какую-то Нежели на народную музыку Для консерватории Баяны для работы Аккордеон Примерно так Полегче еще А кстати Бывает так Чтобы у каждого инструмента Был свой сольный выход Своя сольная партия Бесловно говоря Потому что вот Сделаете ли вы Папури В которых Каждого из Участников Вперед Выдвигаясь Да Выдвигаем На колючках В общем Там есть соло Допустим идет Соло-гитары Соло-контрабах Вот Я это имею ввиду То есть у вас есть Такая история У нас есть просто На концертах Инструментальные композиции Вот Это мы так издалека Своими неумелыми Мозгами Издалека Долго течет Наша реклама То есть вы заказываете Инструментальную композицию Дело в том Что Как бы У нас Хоть и вокально Инструментально Или как вы там говорили Но у нас Упор А мы как вы говорили Мы не то скажем Мы не то скажем У нас Упор на вокал сделан То есть Первый вокалист А то что мы там Можем в процессе Сыграть какую-нибудь Инструментальную мелодию Это чтобы он отдохнул Отдохнул Или просто там Пальцы почесать В этом же есть определенный кайф Мне очень нравится Когда Профессиональные команды Начинают На каком-то этапе Как правило Тоже на коде концерта То есть У каждого из Участников коллектива Есть возможность Ему дается Допустим Какое-то количество Тактов Для того чтобы Он показал Для драмера Там это большое количество Бреков красивых Ну и так далее Не вам рассказывать То есть вы это используете Да Тоже у вас такое есть Давайте Так как у нас время Все-таки Катастрофически Утекает вдаль Медленно минуты Выплывают Я думаю Что у нас есть кому Я отвлекся По-моему Так вот Я хотел По поводу Ваших концертов И гастролей Поинтересоваться Потому что Ведь концерты же На носу Да Я хочу И не только у нас Эфири Но и вне эфира Вне эфира Я хотел бы Чтобы вы Людям Которые будут вас Сейчас слушать Которые будут вас Смотреть на ютубе Наверняка Захотят увидеть Вживую Потому что Я от себя могу сказать Что это Непередаваемое Совершенно ощущение Ребята Крайне профессиональные Очень обаятельные Несмотря на то Что мы пытаемся Передать эти ощущения С помощью И микрофонов И наркотиков А у вас даже Преимущество Перед публикой Потому что Вы вот В таком Сжадом пространстве Мы как губки впитываем Впитываем Внутри музыкальничка Приходится впитывать Концерты Концерты Ребята Самый ближайший Ближайший концерт 2 января У нас в дворце Белосельских Белозерских Будет концерт 2 января 2 января Дворец Серьезная площадка Серьезная Сольник там Да Сольник концерт 9 января Мы играем В Новгородской филармонии В Кремле Сольный тоже концерт Большой Это вот прямо В самом Кремле Да Там внутри В филармонии Я просто не был В этой филармонии Я был один раз В филармонии А я и в Кремле Да не был В Новгородском Я уже в Кремле Был на филармонии 22 февраля Будем играть В Белом зале Политехнического института Ну вот это Такие большие концерты Периодически мы играем В GFC Это можно на сайте GFC смотреть Джазовый клуб Играем по понедельникам По понедельникам Но собираем Полный зал Потому что Я не удивляюсь Ничему Вы молодцы На самом деле А вот кстати Так расписав Свою предстоящую афишу Любопытно стало Мне казалось Действительно Ваша В хорошем смысле Ваша площадка Это что-то такое Рок-н-ролльное GFC А тут вдруг Дворец Белосельских Белозерских Зеркальные залы Как так вот Все оказалось Просто дооборот И все Оказалось На самом деле Что В том-то Все и дело Я уверен Что вы можете Украсить любое Помещение Любое здание Вне зависимости У нас разная Публика Допустим От молодежи 20 лет И люди пожилого возраста До молодежи 60 лет Каждый находит Что-то свое В нашей музыке Поэтому На самом деле Замечательная публика Которая именно Приходит Посидеть И послушать музыку Потому что Можно на каких-то Более тонких Вещах С тонкими материями Работать Они когда Стоит там Гам Шум И в принципе Это одно Развлечение Какой-то угар Это совершенно Разные концерты И Дело в том Что разная атмосфера Гастролировать вам приходится Дальше Чем на Угородской области Пока вот мы До сих пор Нам уже 4 года Пока мы так и не поехали В Москву Но мы там будем Мы уже не поехали Ездили Ну мы ездили Но это были не концерты Это были корпоративные мероприятия Ну понятно Концерты пока не было Но все еще впереди Хорошо Тогда такой вопрос Ну сольные концерты Ведь уже были У нас только и есть У нас в принципе Мы играем только с Оли Я просто В подлог Как подлог Как к вопросу После концертов Были вообще Когда люди Которые вас Первый раз Увидели Первый раз Пришли к вам на концерт Первый раз Услышали музыку После концерта Подходят И благодарят вас за музыку Часто Часто бывает Часто бывает На самом деле Кто заинтересуется Нашим творчеством Мы же все-таки Интернет-радио Интернет Вот Вконтакте У нас есть группа Через нее Мы активно Соединяемся При социальном сайте У вас есть Постучимся Да сайта нет Как такового А почему Потому что Запущение такое Ну а вы знаете Сейчас как бы Время сайтов Немножко как бы Оно отошло Ничего подобного Спорим прямо сходу Время социальных контактов Дело в том Что вот у нас Страничка Страничка нашей группы У нас есть ссылка на сайт А с сайта Грубо говоря Идет ссылка на Страничку Потому что интерактивность Там люди пишут Свои отзывы На стене Что не нравится Что И что сейчас в топе Если видеть Стенки вашей Группы Группы Вконтакте Наши наши Да поклонники Нам В топе запись диска Да в топе запись диска Потому что там Написали Что вот ждем От вас авторгиз И очень совпало Настроение публики С тем что К чему мы сейчас Как раз идем Буквально завтра Мы идем на студию Начинаем работу То есть вы завтра Начинаете только работу Над альбомом Да Правильно понимаю Мы работаем быстро То есть Сложных сведений Не будет То есть вы будете Так же писаться В прямом режиме То есть Без Патрекова И Нет В этот раз В этот раз будем Патрекова Потому что Когда в прямом режиме Первый альбом Первый диск Это не альбом Там были и каверы Были наши песни Он Вот наверное В конце эфира Мы поставим песню Маршруты Она была записана Как раз В режиме Онлайн В такой же комнатке Там по-моему Два микрофона Андрея было У Андрея Дома у него Не два Пять Ленточных микрофонов Нет Нет Пять микрофонов Ребятку не ссорьтесь Девчонки не ссорьтесь Официальная история Всех шуткану Легкий налет Мифологеза Пусть будет один микрофон Та здесь и было Один Года пять Я то помню Я в диск писал Да точно было четыре А почему тогда Пять микрофонов Из одного лезло Что-то там другое Потому что Все это было записано Как он здесь сидит К сожалению Дорогие радиослушатели Передачи По независимому От нас с Димой Причину Перешла Дискуссионный клуб Сколько было микрофонов А сколько должно быть микрофонов На каждого На каждого Как минимум по одному Вот первая песня Которая сегодня позвучала Записана фактически На стереопар На один микрофон На одно устройство И потом все Ребят Я вынужден уже Финализировать Наш прекрасный разговор У нас остается Времени Буквально чуть-чуть Записывайте Записывайте пожалуйста Времени стоит чуть-чуть Но я что хотел бы Вас тем не менее попросить До того как мы будем Прощаться Какую-нибудь коротенькую композицию Можно быть просто там Какую-то Ну половиночку Очень хочется До того как мы поставим Уже на коду На финальную запись Хотелось бы еще Немножко побаловать И себя Что-то такое Эх ударное Ну может быть что-то есть Может быть инструментал Если это для вас будет приемлемо Ребят Ну прямо решайте сходу Давайте инструментал Может Правда Давай американу сыграем кусочек Давайте 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 Дорогие наши Давайте Давайте Ну давайте ПОДПИСМЕНТИЕ 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 Просто овации Вы потрясающие Больше даже Говорить нечего Вне зависимости Ковер это Или ваше собственное Вы потрясающие Нет Такой Итак Дорогие наши Радиослушатели А также Те кто нас будут смотреть И смотрят уже Ну в данный момент Для вас сейчас В ютубе У нас в гостях Да да Вас не любят Еще Вас полюбят Последующим скачиванием Домино квартет Это та команда Которая Весь час прошедший Нам поднимала настроение И делала это Крайне профессионально И приятно Я хочу Вас попросить Попрощаться С нашими дорогими Радиослушателями Каратенечко ребят уже Да И после этого Пойдет запись Вашей песни Маршруты И ну пожелайте Пожелайте им чего-нибудь Наступающий Новый год Опять таки И можно еще раз Я думаю Что наши гости найдут Что пожелать Можно еще раз Напомнить О том Что у вас Второго и одиннадцатого Если мне понять Нет Девятого Второго и девятого Да Да Второго января У нас будет концерт Первый в этом году Во дворце Белосельских Белозерских Вот Будет звучать Наша музыка И не только Наша музыка Приходите Мы на самом деле Очень бережно Относимся Во сколько Хотя бы скажите В семь Семь часов Семь часов В семь часов Вот Бережно Относимся к нашим Зрителям К нашей публике На самом деле Иногда Ну перед концертом Приходят Пожалуйста Вот исполните Вот эту композицию Ну из нашего репертура Мы как-то Идем навстречу Вставляем в программу И на самом деле Большое спасибо Хочется сказать Нашей публике Потому что Нашим друзьям Которые очень активно Принимают участие В нашей жизни Рекламируют активно Наше творчество И вот Сегодня их станет Хотя бы на одного человека Больше Это я вам гарантирую Я имею ввиду Фиксация Друг Вконтакте Ну и с Новым годом Всех поздравить Несмотря на то, что Тяжелая ситуация В стране Я думаю, что Чуть-чуть надо радости Все-таки Как-то Чтобы было Для того и живем Да Для того и живем Дима, ты можешь что-нибудь Говорить Я закрываю Всем пламенный привет И все, кто слушал И будет слушать И нас И наших гостей Всем пламенный привет И как здорово Что все мы здесь Сегодня собрались Надеюсь Не последний раз Итак, дорогие Наши радиослушатели Сегодня у нас в гостях Были Четыре прекрасных человека Алексей, Егор Сергей, Андрей Все это вместе Домино-квартет Ребята, которые умеют И делают Профессиональную музыку Меня зовут Родион Варишкин Вы слушаете Радио Шансон 24 Это была программа Надежды, маленький оркестрик Берегите себя И оставайтесь самими собой Чего бы вам это не стоило Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова А маршруты разные, как назло, расходятся. Знаю, не получится всё, как есть, принять. Повстречав нечаянно твоё одиночество, Здесь, в промокшем городе, снова потерять. А маршруты разные, как назло, расходятся. Знаю, не получится всё, как есть, принять. Повстречав нечаянно твоё одиночество, Здесь, в промокшем городе, снова потерять. А маршруты, как назло, Знаю, не получится всё, как есть, принять. Повстречав нечаянно твоё одиночество, Здесь, в промокшем городе, снова потерять. Повстречав нечаянно твоё одиночество, Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова